Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса На футбол часто езжу, с короной, хвастаться можете, сутатся с футболистами. Юная красноярка мечтает поехать на конкурс красоты и старается заработать на поездку сама. Добрый вечер. Прямо в эфире новости Афонтова. Студия Елена Шабанова. Краевые депутаты сегодня одобрили новые поправки в Конституцию Российской Федерации. Практически все проголосовали за. Четыре человека воздержались, голосов против нет. Также проголосовали во многих региональных парламентах. Теперь поправки будет изучать Конституционный суд. А после судьбу главного закона страны решат ее жители на всероссийском голосовании. Тему продолжит Антон Шевчук. Я хочу подчеркнуть действительно историческое значение того дня, который мы сегодня переживаем. Оцените важность момента. Только нынешнему составу законодательного собрания довелось выразить свое отношение к главному закону страны. Сегодня депутаты регионального парламента высказались за и против принятия поправок в Конституцию. Накануне их одобрили депутаты Госдумы и Совета Федерации. Я напомню, что президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, выступая со своим ежегодным посланием 15 января, предложил небольшое количество поправок в основной закон. Но после того, когда эта идея изменения Конституции начала обсуждаться в нашей стране, то количество предложений по изменению основного закона возросло кратно. И в этой связи мы с полным на то основанием можем говорить, что в абсолютном большинстве это поправки, это предложения народные, которые инициированы самими гражданами. Среди 391 поправки, которую уже утвердил Совет Федерации, есть несколько, которые были предложены в том числе и Краевой общественной палатой. Поправки от Красноярского окрая – это все, что связано с ценностью ребенка. Эта поправка формулировалась именно здесь. Поправки, связанные с браками между мужчиной и женщиной. Поправки, связанные с духовно-нравственным воспитанием и с русским языком. Вот эти все поправки, они формулировались здесь, и мы отправляли их сразу в рабочую группу. Затем они были представлены, ну и вот как-то до третьего чтения они дошли в ту именно редакцию, которую отправляли мы. Депутаты проголосовали практически единогласно. 39 за и 4 человека воздержались. До этого парламентарии высказывались по поводу новых поправок, и все говорили о том, что изменения давно назрели. Конституция не менялась больше четверти века, и новое время требует новых решений. Хотя бы то, что практически все фракции, даже включая те, кто сегодня воздержался, оценки были озвучены, о них достаточно позитивные. Но это говорит о том, что все-таки консолидация нашего общества, о которой мы все говорим уже много времени, она все-таки присутствует. И сегодня действительно то время, когда нация должна собраться воедино для решения тех задач, которые перед нами стоят. Это, мне кажется, вот, собственно, эта работа и предстоящие общенародные голосования как раз являются очень важными элементами вот этого процесса для того, чтобы мы все-таки вместе достигли успеха в масштабах всей страны. Теперь выбор за жителями страны. Именно они примут окончательное решение по поправкам в Конституции на всероссийском голосовании 22 апреля. На этом настоял президент страны Владимир Путин. Антон Шевчук, Удар Баглая, Фондова Новости. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию новой коронавирусной инфекции. Это означает, что заболевание распространяется по всему миру и большинство людей не обладают иммунитетом. Случаи заболевания зафиксированы уже в 125 странах. По всему миру отменяют массовые мероприятия и ограничивают въезд. Подробности в сюжете Ирины Сукановой. А звучал знакомый всем гимн Лиги Чемпионов, а растерянные футболисты неловко переминаются с ноги на ногу. Обычно за гимном следует товарищеское рукопожатие и приветствие болельщиков. Из-за распространения коронавируса по миру и то и другое теперь под запретом. На стадионе Мисталья в Валенсии всего один болельщик. Это памятник легендарному фанату летучих мышей, который посещал все матчи любимой команды, даже потеряв зрение. Для других болельщиков ход закрыт. Все массовые спортивные и культурные мероприятия в Европе отменяют. Хоккейный сезон в Германии завершили. Итальянскую серию А тоже приостановили. Накануне коронавирус выявили у защитника Туринского Ювентуса. Отменили чемпионат мира по хоккею с мячом и первенство мира по фигурному катанию. Национальная баскетбольная ассоциация тоже раньше положенного завершила сезон. Все было Китай в Китай, а потом Бух и вся Европа. Впервые вирус зарегистрировали в Китае в городе Ухань в декабре прошлого года. Главным очагом коронавируса в Европе стала Италия. Страна занимает первое место в мире по смертности от нового заболевания. По статистике умирает каждый 20-й заразившийся. На втором месте печального рейтинга США. Третий – Китай. Сегодня значительно меньше случаев заражения фиксируют в Китае. В Ухане уже закрыли больницу, построенную для лечения больных коронавирусом. Есть старые методы лечения. В 70-е годы прошлого, когда мы начинали свою профессиональную деятельность, широко использовались препараты крови переболевших людей, что, вероятно, сегодня для спасения наиболее тяжелых забольных использовали наши китайские коллеги. Все больше заболевших в странах, куда вирус привезли из Китая. Особенно пострадали Италия, Франция, Германия и Иран. Жители Европы рассказывают, начинается паника. Из-за вспышки коронавируса многие предприятия отправили своих сотрудников по домам. Они теперь работают удаленно. В магазинах потихоньку начинают пропадать дешевые продукты, которые не портятся, как рис, макароны. Потом люди покупают большими упаковками воду в бутылках, туалетную бумагу, дезинфицирующие средства, не только для кожи, для уборки квартиры, еще в аптеках отсутствуют маски. В России зафиксировано 20 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Львиная доля заболевших подхватили инфекцию в Италии. Все прибывшие из стран, неблагополученных по коронавирусу, 14 дней находятся на карантине. Вам выдают предписание, где бумагу, которую вы подписываете, и вас там обязывают находиться дома, не выходить из комнаты, не совершать ошибку, потому что если вы выйдете, то вам грозит штраф по новым законам до 80 тысяч рублей, либо в том числе тюремное заключение на срок от одного года до пяти, в случае если ваш контакт со здоровым человеком приведет к его смерти, например. Ну то есть это контролируется звонками ежедневными из поликлиники. Ко мне также один раз приходили полицейские проверить дом или нет. На 10-12 день изоляции медики берут анализы. Если человек здоров, его отпускают на волю. Сейчас в Красноярском крае 190 человек находятся на карантине. Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, это вовсе не означает, что люди больны. Их изолировали, чтобы точно достовериться, что они здоровы. А если нет, чтобы не смогли заразить других. Первая проверка ожидает туристов уже в аэропорту. Мы тоже информацию получим от службы Роспотребнадзора. И вы осуществляете звонок так же, как вы вызываете врача на дом при любой другой ситуации. Обслуживается этот вызов в тот же день. И в тот же день вы получите листок нетрудоспособности. Случаев заражения коронавирусом в Красноярском крае нет. Сотрудники Роспотребнадзора отчитываются. Если что, все готово. В повышенной готовности работают все медицинские организации. Определены госпитальные базы. Обеспечена маршрутизация всех больных. В том числе и всей поликлинической, поликлинического звена. Если говорить по обеспеченности, то в целом, Край обеспечен всем необходимым оборудованием, ДС-средствами, которым очень чувствителен новый коронавирус. Все медицинские работники прошли обучение. То есть мы готовы к встрече с новым коронавирусом. О том, когда эпидемия отступит, медики ничего конкретного сказать не могут. Препарата, который вылечит от коронавируса, пока нет. Над его разработкой сейчас работают в Америке. Лекарство уже проходит стадию испытаний. Пока же врачи советуют людям принимать противовирусные препараты. Это полезно и от обычного гриппа. Нужно часто и тщательно мыть руки. Настоятельно не рекомендуется посещать места массового скопления людей. Так, в Красноярске уже отменили экономический форум и празднование Крымской весны. А вот голосование за поправки в Конституцию отменять не будут. Даже коронавирус ему не помеха. Ирина Цуканова, Дмитрий Кутько, Афонтова новости. Рубль очень плохо отреагировал на объявление о пандемии нового коронавируса. Сразу после этого он упал по отношению к доллару. Падение продолжилось и сегодня до отметки в 75 рублей. Евро на бирже сейчас стоит дороже 84 рублей. Накануне некоторые московские обменники предлагали евро даже по 95 рублей. Упала в стоимости также и нефть до 33 долларов за баррель. Сегодня красноярские торговые сети заявили о заморозке цен на социально значимые товары до 1 апреля. В конце выпуска мы еще раз вернемся к теме обвала рубля в рубрике «Эпоха ВХС». Расскажем о событиях 98 года. Дворы железнодорожного района убирают буквально за считанные минуты. Все потому, что работает не один дворник. А кто еще, расскажу далее в сюжете. О происшествиях на Алексеева легковушка на зебре сбила ребенка. Происшествие снято на камеру уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как черная иномарка пропускает ребенка на зебре. После этого он бежит прямо под колеса другой легковушки. По словам очевидцев, ребенок переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. От удара его отбросило на несколько метров. Сейчас он в больнице с тяжелыми травмами. Водитель, который сбил малыша, очень переживает за его здоровье и пообещал помочь родителям оплатить лечение. Мужчина попросил не показывать его лицо. Я сделал все, что мог. Машина, я не знаю, притормаживать начала. Я заметил, что ребенок пошел. Уже было поздно, он начал уходить уже в сторону на газон. Мы ехали на зеленом. Да. Я ехал на зеленом. Поздно увидели или как? Наверное, да, поздно увидел, либо поздно среагировал. Я сам не знаю, как это все произошло. Пусть я даже в ГИБДД в этом виноват и не виноват. Я виноват в одном, потому что я просто не знаю, что будет с ребенком. Мне просто ребенка жалко. Сотрудники ГИБДД опросили всех участников происшествия. Кто прав и кто виноват, решит следственная группа. Напомню, неделю назад подобный случай закончился трагедией. Восьмилетнюю девочку сбил маршрутный автобус на пешеходном переходе. Она скончалась на месте. Хотелось бы обратиться, если честно, пользуясь моментом к родителям, чтобы они сейчас у нас каникулы проговорили еще со своими детьми. Безопасный маршрут от дома до школы. Может быть, лучше всего даже прошли вместе с ними. Показали по сигналу светофора, чтобы переходили только на зеленый сигнал светофора, на разрешающий именно для детей. И дополнительно вместе с ними еще прошли по данному маршруту. А другие события дня в нашей рубрике «Коротко о разном». 18 пачек мака вынес из павильона житель Минусинска. Он угрозами вынудил продавца отдать ему специи на 6 тысяч рублей. Женщина вызвала полицию, полицейские осмотрели видео с камер, составили ориентировку и через два часа задержали подозреваемого у собственного подъезда. Мужчина оказался ранее судимым, за грабеж ему грозит до 7 лет за решеткой. 12 иностранцев принудительно отправили домой, они приехали в Россию на заработки. Получили временное разрешение на работу, но не выехали из страны, когда срок действия разрешений вышел. Судебные приставы проводили их под конвоем из Центра временного содержания в аэропорт, откуда все они улетели домой. В январе службы выдворили из России 60 иностранцев. В 2019 году таковых было 826 человек. Дострявить пешеходный мост на Николаевском проспекте начнут с 20 апреля. Тендер на 59 миллионов рублей для второго этапа работ выиграла та же компания, кто занималась его строительством с самого начала. Тогда работы обошлись в 57 миллионов рублей. Объект планируют завершить в середине осени. Переправа соединит студенческий микрорайон со школой номер 73 и музеем усадьбы имени Юдина. Лихача из Солнечного, который проехал, по встречке нашли полицейские. За рулем находился 21-летний водитель. Он пояснил, что торопился домой, потому что его матери стало плохо, и он умчался в больницу. Инспекторы ДПС оштрафовали автомобилиста на 6800 рублей. Кроме того, ему грозит лишение права управления транспортным средством на полгода. В помощь дворникам на уборку во дворы направили мобильные бригады. Эти команды очищают дороги от снега в разы быстрее. Почему коммунальные бойцы активизировались в конце сезона, расскажет Екатерина Усатенко. Дворник-то наш нормальный. Он убирает все. Вот эта дорога, это была для него, я не знаю. Но это действительно тяжело. Он раз убрал, то снег когда подтаял. Но это все намерзает и намерзает каждый раз. После обильных снегопадов дороги укатываются транспортом так, что ручным трудом уже не справятся, рассказывает председатель 18-го дома. Теперь, говорит, местному дворнику будет проще. По дороге прошел коммунальный десант. Четыре человека с лопатами и грейдер. Одному человеку пришлось бы убирать несколько дней. Бригада справляется буквально за полчаса. Местные жители коммунальщикам благодарны. Еще бы для них эта дорога была настоящей полосой препятствий. Ну как, вот болька моя два раза руки ломала. На третьем этаже бабулька тоже ломала руки. Скользко. Если без палочки идешь, это очень опасно. Сами рабочие в шутку называют себя спецназом, а не там, где с дорогами все очень плохо. За рабочий день успевают убрать примерно 10 дворов. Так уж вышла пик их работы. Пришелся не на зиму, а на начало весны. Но эта бригада универсальна. К лету готова переквалифицироваться. Наша работа вот за бабкетом убирать трудно допустимые, ну где не может он взять. Но летом у нас, летом у нас вдруг сменим лопаты на метелки, да. У нас есть тоже техника, которая будет нам помогать также. Которая будет типа пылесоса. Вот мы сейчас уже последний месяц плотно этой работой занимаемся. Наша инициатива, у нас есть специалисты техники, которые производят осмотр, выбирают наихудшее состояние, соответственно, дворового проезда. Мы работаем на территории всего города и, соответственно, работаем по всем районам. Там, где видим проблему, остров туда и, соответственно, ее и направляем. Однако на такое подспорье могут рассчитывать только жильцы домов, которые обслуживает управляющая компания «Красноярская». Там пояснили, эта бригада, конечно, не сможет приехать в любой двор. По первому требованию тогда уже придется доплачивать за механическую уборку. А в основной тариф входит только ручная. Пока же мобильный десант можно считать бонусом и для дворника, и для жителей. Екатерина Усатенко, Сергей Кашин, Афонтова. Новости. 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 Вот такие сумки шьет победительница конкурса «Мини-мисс Красноярска», чтобы попасть на финал в Москву. Все подробности расскажем далее в выпуске. В прямом эфире новости Афонтовой. Мы продолжаем. Сразу после этого выпуска новостей смотрите добрый аукцион нашего благотворительного проекта «Ставка на добро». Сегодня ужин будут готовить профессионал. Будет готовить профессионал из ресторана «Бирк Гарден». И у каждого зрителя трансляции есть шанс забрать все, что будет приготовлено. Подробнее о том, как это можно сделать, расскажет Антон Шевчук. Он уже на прямой связи со студией. Антон, чем сегодня будете удивлять? Студия, добрый вечер. Привет, телезрители. Ну что же, наш добрый ужин сегодня пройдет в ресторане «Бирк Гарден». И вот рядом со мной сейчас прямо находится Никита Елисеев, шеф-повар этого ресторана. А на этом месте должен сейчас находиться Никита Бочков. Но Илья Бочков, к сожалению, он сейчас борется с пробками жуткими в нашем городе и пытается сюда доехать. Это защитник хоккейного сокола. И он обязательно будет здесь через 15 минут, когда мы будем готовить всю эту замечательную вкусную историю. А что это будет, сейчас нам расскажет Никита. Всем добрый вечер. Готовить будем тартар из говядины. Это у нас будет на закуску на хрустящем хлебе. И шашлык из говяжьей вырезки. И все. С овощной подгарнировкой. Все это замечательное многообразие еды достанется одному из наших телезрителей. Самому доброму, самому щедрому. Тому, кто победит в благотворительном аукционе, который пройдет в группе ВКонтакте Афонтова под этой самой трансляцией. А также мы этому победителю вручим два билета на концерт Юрия Куклачева «Посмотреть на кошечек». В общем, будет весело. Подключайтесь сразу после новостей Афонтова. Начинаем. Много вам щедрых телезрителей. Мы продолжаем. Экосумка как шаг к мечте. Школьница из Красноярска Варя Желудкова, чтобы попасть на конкурс, мини-миссы России создают холщовые авоськи. Так девочка собирает деньги на билеты и оргвзнос конкурса. До отъезда остается чуть больше недели. Шьют сумки ребята из мастерской Трудова, а Варя их расписывает модными нынче тропическими растениями. Клавдей Стельмахович расскажет подробнее. На футбол часто езжу с короной именно. Хочу, может, так похвастаться, может. Сфотаться с футболистами. Спортивные кумиры Вари шутят, что скоро сами будут выстраиваться в очередь за ее автографами. Корона мини-мисс в Красноярск бокорилась Варе две недели назад и только с третьей попытки. Даже заплакала от счастья. Честно, было очень много эмоций всяких. Прямо радости много всего такого. Неожиданность прям большая была. А что-то поменялось сейчас у вас самой? Да, я стала более открытой. Да, вот как видите сейчас. Я стала более такой продумчивой. То есть я уже начала больше думать. Теперь Варю ждут на федеральном этапе в Москве. Чтобы заработать 80 тысяч на поездку, целеустремленная девочка придумала шить эко-сумки. Эти сумки очень удобные. Их можно носить в магазин. Можно просто с ними гулять. Они очень комфортные. Даже подходят к любому образу спокойно. И также решают экологическую проблему. То есть вместо того, чтобы покупать множество разных пакетов, можете просто купить эту сумку и ходить с ней все время. Дизайн каждой сумки Варвара рисует собственноручно и по желанию клиента. Надписи в два раза дешевле рукописных листьев и цветов. Около 700 рублей. На каждой авоське авторский знак защиты от подделок. Чтобы успеть в сжатые сроки нашить сумок на билеты, Варя попросила помощи у ребят из мастерской Трудова. Не занимаются ребята с ментальными нарушениями. На обычные предприятия их не берут, хотя среди них есть даже профессиональный швей. Таня и Кристина второй день занимаются сумками. Первый раз две сумки делаю дома. И я чуть-чуть все по-другому делаю. По-другому это как? По-другому. Потому что я одну конец я делаю, а потом другую, а потом все вместе вшиваю. А мне сегодня первый раз показали, можно было две кони сзади в одну сторону, в правую и в правую, а потом будем ее вот так делать. Теперь швей разобрались. Технологии и конвейер заработал. Одни строчат, другие кроют, третьи делают ручки. Заказы Варя принимает на своей страничке в Инстаграм и в социальных сетях мастерской Трудова. Говорят, что при большом заказе быстро нарастят мощности. Ну и после конкурса проект с эко-сумками продолжит существовать. Клавдий Стримахович, Андрей Ткачук, Афонтова. Новости. Обвал рубля, рост доллара и рост цен на все товары. В августе 1998 года в стране произошел дефолт, в результате которого национальная валюта обесценилась в несколько раз. Как на это отреагировали люди и торговые сети в нашей рубрике «Эпоха ВХС». Напомню, что ежедневно, ко дню рождения, телекомпания Афонтова вам показываем знаковые репортажи прошлых лет. Итак, внимание. Покупательский бум, о котором последнее время твердят все средства массовой информации, сегодня наша съемочная группа не наблюдала. А вот другое явление закрытой магазины и отделы, в основном электротехники, отсутствие ценников на товарах бросалось в глаза. У работающих же прилавков столпотворения не было. Скажите, а все-таки вот вы подняли цены, после этого у вас были покупатели? Были, но очень мало. Сколько упал спрос? Да почти в два раза. До поднятия цен, не имеется в виду до поднятия курса долларов. А покупают крупные такие вот покупки? В основном мелочи. И это понятно. Цены на электротехнику взлетели вверх на недосягаемые многими покупателями высоты. Некоторые ценники меняются даже по нескольку раз в день. Сегодня, как мы заметили, такие товары покупаются лишь в случае необходимости. При этом магазины стали похуже на рынки, где можно старковаться. Почему вы сейчас именно решили купить в такой нестабильный период? А потому что только сейчас у меня появились деньги. Я все лето его ездил в караулю, я приезжаю, за 100 километров приезжаю. Давно я хотел этот аппарат купить. А именно сейчас появились деньги. Выдали зарплату просто. Так посмотрим, какая будет цена, будем договариваться. Но не все посетители магазинов смирились с дороговизной. Многие считают такой скачок цен неоправданным. Меня вас смущает. Два раза наценили телевизоры. Ну это куда годится? Ну а как вы думаете, с чем это связано? Я думаю, связано. Ну это просто беспредел. Я считаю, что они купили заранее. Вот почему-то там в торговом центре продают нормальные цены. То, что у них было, они продают по старой. Нам самим не нравится эта вся работа. Ну что сделаешь? Правительство играет с долларом. Нам приходится тоже как-то из этой ситуации выходить. Что же касается потребительской корзины, а точнее ее продуктовой части, то здесь цены пока остались практически без изменений. Не изменились цены ни на что, пока не подняли. Единственное, что брали вот новый товар у нас, Долина Сканди, уже по новым ценам. И сегодня приезжали представители, все фирмы, которые торгуют детским питанием. У них было совещание, как раз по этому поводу, повышать цены или нет. Вот сегодня был один представитель фирмы, сняли цены, видимо, будет наценка на детское питание. Предполагается, что с понедельника цены на детские продукты вырастут процентов на 5. Исходя из этого, можно говорить, что Россия, к сожалению, по-прежнему держит твердый курс на всеобщее обнищание. И к этому часу все. Свои новости сообщайте по телефону 285-14-14. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, заходите на наш сайт. Всем хорошего вечера, всего самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!